дорогие девушки здравствуйте очень часто задают вопрос мне по поводу того как правильно выбрать помаду а нужен ли карандаш а какую форму сделать это кстати про форму практически не спрашивают обычно больше спрашивают про качество помады то есть ее стойкость или блеска а еще конечно очень часто спрашивают по поводу возраста 50 плюс а можно ли губы делать яркими очень много вот вопросов именно такого характера что если у меня определенный возраст можно ли мне использовать то-то то-то и то-то хочу сказать да конечно можно и когда подбирается макияж что макияж подбирается не просто к вашему лицу а макияж подбирается как я постоянно в этом говорю вишенка на торте к вашему образу в зависимости от того куда вы идете с кем вы будете общаться вы по работе или это у вас уже после рабочие какие-то отношения и если говорить про губы то я бы сказала так давайте разделим чтобы было более-менее понятно на два типа есть губы интеллектуальные а есть губы сексуальные вам какие вот зависимости от того что вы хотите потому что можно с утра интеллектуальные вечером сексуальные нам никто не мешает быть и деловыми уверенными в себе и излагать какие-то мысли а также можно быть более расслабленными сексуальными и чувственными и как раз форма губ даже не столько цвет цвет конечно тоже играет роль но в большей степени форма губ она будет создавать определенный вот и характер человека в данном случае конечно мы говорим про женщину поэтому нужно знать как оформлять губы для того чтобы произвести как раз то впечатление или соответствовать тому состоянию которое есть у вас на данный момент что такое интеллектуальные губы начнем с утра это губы которые чаще всего могут быть именно четко очерченные которые имеют среднюю пухлость это ключевое как раз здесь это очень важно то есть когда мы говорим про интеллектуальные губы это не про то чтобы про их продемонстрировать а это больше всего про то чтобы меня слушали то есть когда вы преподаете возможно у вас аудиторию вас сидят зрители потому что преподавать можно как в школе так и в других местах поэтому самое главное привлечь внимание аудитории к себе и чтобы они слушали что вы говорили поэтому губы имеет здесь значение для того чтобы как будто бы сказать я здесь слушаем все что я говорю все услышали все видят как я говорю и вот тогда здесь очень важно форма чтобы была форма губ лаконичная простая в меру объем это важно для того чтобы как раз производить вот это впечатление не сексуальное чтобы когда вас слушали не смотрели на ваши губы а больше как бы воспринимали вас в целом поэтому здесь губы идут как дополнение к вашему образу что такое интеллектуальные губы я сейчас покажу это как правило губы не особо округлые то есть мы стараемся линии делать более четкие ну как и принято в общем то в бизнес среде это четкий силуэт костюма и так далее да то все 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 по делу поэтому и здесь мы не должны делать излишне вот эти вот изгибы мы стараемся сделать линию даже такую немножечко как будто бы почетче вот здесь вот четкость контура очень важно мы таким образом говорим о некой собранности то есть вот в деловых сферах до человек который выглядит очень динамичным собранным у как правило вызывает доверие поэтому здесь когда вы думаете о своей карьере о том как произвести впечатление как скажем так повести за собой людей или донести определенную информацию вот это нужно учитывать потому что очень многое считывается именно по внешнему виду я сделала контур обратите внимание форма достаточно спокойно без излишних изгибов особенно что касается верхней губы не надо заужать форму конечно меньше делать но другой стороны если у вас достаточно пухлые свои губы и тут нужно понимать что конечно чем больше объем губ а если это еще будут какие-то блестящие помады то вот градуса скажем так консервативности он сразу же падает и как ни крути но все что мужчина что женщина будут на вас смотреть и будут соответственно у всех там какие-то свои фантазии по поводу вас у мужчин это будет вызывать однозначно сексуальный подтекст ну а девушки глядя на вас будут думать что может что у нее помада как-то блестит у какие губы больше интересно свои не свои ой да наверняка там может быть что-то сделаем хотя в принципе неплохо смотрится но то есть вот тут нужно понимать что мы привлекая внимание к этой чувственной сфере губы нижняя часть лица то мы должны здесь очень здорово соблюдать вот эти наши имиджевые задачи то есть что я хочу в данном случае от этой аудитории поэтому не увеличиваем очень сильно если губы небольшие то конечно увеличивать можно и что касается помады то как правило это цвета должны быть не особо кричащие более приглушенные то есть губы могут быть яркие но они не должны быть ярко-красные оранжевые ярко малиновые то есть есть вам нравятся такие цвета пожалуйста но только чтобы они были приглушенные тогда получается что общая картинка визуально будет восприниматься более скажем такой глубокой не поверхностный поэтому когда есть вот имиджевая задача выглядеть более солидно статусно нужно это иметь ввиду в данном случае у меня карандаш немножко такой как бы с розовинкой а помада чуть с коричневым подтоном и нету излишней излишнего блеска который привлекает внимание которые играют за счет освещения и таким образом получается образ смотрится спокойно лаконично при этом губы есть соответственно привлечь внимание к моим ораторскими способностям это что я хочу до вас донести вы уже можете воспринимать нормально не отвлекаясь на какие-то блески и форму губ и так далее а вот и если у вас задача совсем другая вы хотите понизить градус официальности вы хотите выглядеть более чувственной более сексуальной то тогда здесь совсем другой приемчик данном случае у меня все то же самое да я просто беру карандаш которыми я делала губы и делаю контур более мягкий и немножечко вибрирующий что это значит это контур не такой четкий он немножечко как будто бы размытый и в данном случае для того чтобы сделать более чувственные губы нужно увеличить их по вертикали вот здесь и вот здесь сначала я беру просто салфеточку и промакиваю губы чтобы убрать излишки предыдущей помады затем я беру карандаш и немножечко размываю контур и округляю губы делаю это вот так и и у меня карандаш он не острый а он такой знаете как бы округлый для того чтобы не сделать как раз очень четкую линию чтобы сделать губы более пухлыми а вот это вот птичка вот эту вот галочку нужно чуть-чуть закрасить буквально на 1 миллиметр и это придает как раз вот эту вот красивую пухлость берем пальчиком и так размываем нам нужно чтобы не было уж очень четкой окантовки четкая окантовка бывает дает наоборот резкость нам нужно немножечко размыть вот эти контуры таким образом мы создаем иллюзию более объемной форму губ снизу то же самое по вертикали можно смелее увеличивать смотрите видите насколько уже губы стали больше так размываем контур я сделаю ночка симметрично это создает больше естественности затем когда увеличиваются губы не обязательно идти очень далеко по вертикали или по горизонтали показать по горизонтали тем более не надо затем я беру это у меня база под тени для того чтобы был более стойкий эффект или это можно взять просто консилер который вы используете для зоны глаз и капельку высветляю центр чуть-чуть тут самое главное высветлить симметрично чтобы у вас вот этот беленький блик не ушел вправо или влево иначе будет некрасиво размываем пальцем это дает эффект выпуклости но и сверху конечно же блеск и вот блеск даст как раз еще больше объема и будет смотреться более чувственные красим прямо до самого контура совсем другое дело и практически можно сказать такой же цвет но согласитесь уже выглядит иначе чтобы еще больше блестели губы я немножечко воспользуюсь пудрой и уберу блеск центральной части лица тем более под конец дня это нормально так и этого достаточно а вот это уже губы не интеллектуальный нет это про сексуальность про чувственность это про такой как бы влажность губ что они такие прямо знаете напитанные и манящие к поцелуям вот может быть даже один и тот же карандаш может быть чуть-чуть разные помады более блестящая или матовая и при этом немного меняем форму из четкой на более плавно это причем абсолютно нюансы но общее впечатление поверьте она будет разное поэтому вот таким вот образом имея просто два продукта вы можете менять свое настроение и делать разную форму губ в зависимости от того что вы хотите ну что вот результат смотрите какие красивые объемные губы ну теперь вы видите разницу между сексуальными и интеллектуальными губами а цвет кстати может быть практически один и тот же поэтому дело в текстуре матовые губы или блестящие и дело в форме какая будет форма ну и соответственно размер поэтому ближе к вечеру увеличиваем размер если вам так комфортно если вам это не нужно вы делаете так как вам нравится спасибо вам за внимание до новых встреч